Челябинск за возрождение трезвого образа жизни. Семинар, посвященный трезвенному просвещению в Уральском федеральном округе, впервые собрал ведущих российских специалистов области антиалкогольной и антинаркотической пропаганды. В конференции принял участие митрополит Челябинский Златоустовский Феофан. Слово нашим южноуральским коллегам. Впервые в Челябинске прошел уникальный семинар, организованный Челябинской митрополией Иоанна Притеченским братством Трезвения. Главной темой обсуждения стало трезвенное просвещение в Уральском федеральном округе. Партнерство церкви и государства, вообще общественности, в деле сохранения семейных ценностей, в деле утверждения нравственного состояния нашего общества, в первую очередь опять в семье, среди молодежи. Это просто то состояние, когда мы не просто должны, мы обязаны сотрудничать вместе, потому что здесь наша общая задача. Победить эту беду можно только всем миром. И здесь собрались сегодня представители органов власти, православной церкви, общественных организаций, для того, чтобы обсудить и технологии взаимодействия, и работу с той категорией семей, прежде всего, и детей, попавших в такую ситуацию, для того, чтобы их вытащить, вернуть к нормальной жизни и, значит, сделать счастливыми. И это, прежде всего, касается наших детей. Надо сказать, что бороться за трезвый образ жизни для священников не в новинку. При Русской Православной Церкви еще до революции существовали общества трезвости, которые и в настоящее время активно развиваются, и предлагают реальные способы борьбы с зависимостью. В первую очередь, объясняют специалисты, нужно развенчать мифы, которые прочно укоренились в народных традициях. И одолевать вот это заблуждение по безвредности, безопасности, допустимости регулярного употребления алкоголя – одна из задач всей нашей деятельности. То, что пытаются нам в последние десятилетия выдавать за национальную традицию, за национальный спорт, вошло уже, действительно, надо признавать. Это быт и культуру. И настолько глубоко, что мы просто сами не заметили последствия. О том, как воспитать в современных условиях трезвого гражданина, участникам семинара рассказал протоиерей Илья Шугаев, настоятель храма Святого Архистратига Божия Михаила в подмосковном городе Талдоме. Важно отметить, что батюшка является отцом шестерых детей и автором целой серии книг о семейной жизни и воспитании подростков. Опыт наш, братство, показывает, что как только рядом в среде молодого человека появляются нормальные, хорошие, трезвые люди, абсолютно трезвые, то этого достаточно, чтобы у них появился нормальный выбор. И они часто это делают, выбор, даже без особой какой-то сильной работы с ними. У челябинских батюшек тоже есть чему поучиться. При храмах активно развивается трезвенное и молодежное движение. Работают реабилитационные курсы для алкоголиков и курильщиков. Челябинская епархия была новатором в организации трезвенной школы слета на озере Увельды, которая теперь уже стала международной. Сюда приезжают специалисты из разных городов России и ближнего зарубежья, готовые поделиться своим опытом борьбы с алкоголизмом, курением и наркоманией. Священники, которые у себя на приходах, открыли общество трезвости. И простые прихожане, готовые поделиться личным опытом борьбы с зависимостью. Кстати, стараниями священников в этом году на трезвенный слет привезли частицу мощей святого Иоанна Предтечи. И каждый участник имеет уникальную возможность помолиться возле нее и попросить у святого крестителя Господня небесного покровительства. Продолжение следует...